Староскол взял шефство над танковым полком в Валуйках. Стороны в торжественной обстановке подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла на территории воинской части. Соглашение о сотрудничестве подписали глава Староскольского округа Александр Гнедых и командир воинской части Владимир Константинов. Этот документ официально закрепил добрые отношения, которые уже сложились между нашим округом и танковым полком города Валуйки. Староскольцы проходят здесь службу и срочную, и по контракту. Сегодня в части 30 оскольчан. Хотелось бы, чтобы у меня, допустим, рота или батальон был, допустим, весь со Старого Оскола. Почему бы и нет? Потенциал Староскольцев очень большой и огромный. Ребята приходят с желанием первых служить в армию. С желанием. Показывают, гордятся своим краем. Рассказывают, сослуживаются, откуда они призваны. В боевой подготовке проявляют лучшие качества и являются отличниками боевой подготовки во всех планах во всех войсках. Воинская часть Валуйках появилась в 2016-м. До этого 23-я мотострелковая бригада располагалась в Саратовской области в поселке Кряш. У танкового полка, который взял под свое крыло Старый Оскол, героическая история. Он был сформирован в Абаяне в 43-м, принимал активное участие в танковом сражении на Курской дуге. Освобождал город Старый Оскол, освобождал Белгород, освобождал город Харьков, закончил войну в Праге. Имеет уникальные ордена, которых имеет очень мало воинских частей после окончания Великой Отечественной войны. Три ордена Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. Из тысяч, из тысяч, из трех тысяч полков имеет только восемь пехотных полков и 16 танковых полков после окончания Великой Отечественной войны. Это уникальный полк. Сейчас в Валуйках идет активное строительство военного городка. Все современные условия для проживания, занятия спортом, бытовые условия – все создано для того, чтобы служить Родине. Понятно, что когда я служил, таких условий не было. Но это хорошо, что наши военнослужащие служат в таких комфортных условиях, со всеми созданными удобствами – это хорошо. Возможно, в скором времени проходить службу в подшефной части будут и эти ребята. Школьников Старого Оскола и Валуек в торжественной обстановке приняли в юноармейцы. Теперь в рядах Всероссийского движения «Юноармия», которое инициировал министр обороны Сергей Шойгу, почти 200 староскольцев. Причем среди них немало девчонок. Я считаю, что это очень почетная миссия. Гордость просто переполняет очень такие теплые, позитивные чувства. Атмосфера очень такая яркая, очень все здорово. Танковый полк в Валуйках стал четвертой подшефной Старому Осколу воинской частью, также под опекой нашего округа, части в Грайворонском районе, в Агучаре и Севастополе.